здравствуйте дорогие зрители в эфире программа про бизнес сегодня у нас в гостях руководитель компании рост сайт владимир кривов и мы поговорим о социальном предпринимательстве может ли быть предприниматель волонтёром благотворителем и меценатом владимир здравствуйте александр рад вас видеть сегодня поговорим об наших предпринимателях волонтерах и вообще что такое социальное предпринимательство бизнес это же про бизнес про деньги про обогащение про богатство причем сессы салка действительно хороший вопрос но у меня есть два ответа миститель и психологический какой вас устроит мне мистически Все выбирают мистический. Мистический такой, что действительно в древних трактатах, философских книгах, религиозных учениях говорится, отдавай десятину или какой-то процент от бизнеса, и твое дело всегда будет преуспевать, перерастать. И об этом говорят многие. Но психологически объясняют это все. Почему? Мне очень нравится пример ВДВшников. Каждый год у фонтана собираются военнослужащие, которые вспоминают лучшие годы своей жизни, когда они прыгали с парашютом, когда они кардинально поменяли свою жизнь, сделали что-то невероятное. Они до сих пор в душе солдата и, что называется, готовы служить Родине. Почему вот этот момент работает? Почему они так любят то, чем занимались? Почему они так воодушевлены? Потому что однажды кто-то дал им вещь или дал им возможность зайти за горизонт своих возможностей. Представьте. И всю оставшуюся жизнь они это помнят. Если вы со своими сотрудниками вместе, допустим, я не знаю, поможете какому-то фонду, проведете благотворительную акцию, вместе, когда будете сажать деревья, то есть вместе саженец, он поливает, а ты держишь, вы посмотрите друг на друга, и в этот момент произойдет некая связь на всю жизнь. Это даже глубже, чем вместе преломить хлеб, допустим. Представьте себе команду, которая вместе прошла через такие испытания, которые вместе, допустим, два сотрудника друг с другом не ладили, они вместе воду несли, да? Это мощная, жесткая связь на всю жизнь. Во-первых, деловая. Во-вторых, что называется... Душевно-социальная. Душевно-социальная. Это социально ответственные бизнесы, более успешные, более сильные, несут пользу, и они более эффективно работают. У них более сплоченные команды. А вообще в России это популярная тематика? Потому что раньше самая большая была ценность, и сейчас она еще тоже фигурирует, что вот деньги, 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 хорошая одежда, ты молодец. А вот как-то помощь другим не была популярна. Давайте вообще вернемся в прошлое. Как менялся российский бизнес? В 90-е годы, или в 80-е годы мы торговались под полы. В 90-е мы носили пистолет, да, где-то за ремнем. В 2000-е мы нанимали большие отделы продаж. В 10-е годы мы занимались ЦРМкой и систематизацией бизнеса. А сейчас новым современным трендом является социальная ответственность бизнеса, более продуманный маркетинг. Да, это пока что не маст... Ну, что называется, не всем используется, но это мастхэв, это тренд. И, скорее всего, ближайшее десятилетие – это десятилетие добрых дел, социальных проектов и тот момент, когда бизнеса государства встречается на неком острове, который так и назовем социально ответственный бизнес. Владимир, а что такое социальный маркетинг? Как он, может быть, полезен современному предпринимателю? Это связано что-то с продажами, либо навязывание какой-то там, не знаю, повестки? Как вы это видите? Давайте подумаем, а что такое вообще маркетинг? Маркетинг – это привлечение внимания к своей компании для продажи товаров или услуг. И стандартный способ привлечения – это покупка рекламы, размещение в пабликах и так далее. А что вы скажете, если получите отличный, добрый инфоповод, который привлечет внимание СМИ, прессы, газет, журналов и социальных сетей? Скажите, хорошая же идея? Это все отлично. Действительно. Если компания делает добрые дела, не просто в угоду коммерции, а действительно пытается помочь, это отличный инфоповод для того, чтобы к вам обратилась пресса и начала с вами работать. Мне кажется, это еще такое воспитательное воздействие оказывает и на других предпринимателей, и на самих жителей. Если один предприниматель начнет делать добрые дела, многие начнут тоже делать что-то доброе и менять мир к лучшему. А с чего начать? Есть ли какой-то такой входной билетик, с которого можно начать благотворительность свою или социальный маркетинг проводить? С чего, как вы увидите, можно в эту тему зайти? Многие предприниматели думают, что благотворительность – это когда ты берешь кучу денег, куда-то отдаешь и забываешь. Не всегда так. Не у всех есть такие деньги и ресурсы. Иногда благотворительность – это просто когда ты своими руками сажаешь деревья, когда вы с вами сотрудниками красите заборы, когда вы в своей компании проводите обучение, например, для детей из детских домов и даете им будущую профессию. Благотворительность – это история про то, когда не когда ты что-то финансируешь, а когда ты что-то созидаешь. Это очень важный ключевой момент. Я знаю, что есть такой международный институт пробоны, когда юридические компании, адвокаты или молодые юристы какое-то время оказывают бесплатные услуги для социально незащищенных слоев населения. А вот такой термин или такой институт применим к работе наших предпринимателей? Могут ли они, или, может быть, на вашем примере есть, вот такую помощь оказывать нашим гражданам или нашим учреждениям? Бизнес развивается, бизнес меняется, и он по-разному себя чувствует. Сейчас бизнес начал осознавать, что он может менять общество, менять мир, делать добрые дела и воздействовать. То есть бизнес стал такой самостоятельной, общественной единицей. И большое количество предпринимателей начинают, что называется, всем коллективом сажать деревья. Начинают проводить благотворительные праздники для детишек из детских домов. Собирать детей в школу, которым, ну, конечно же, сложно, ведь это дорого собрать ребенка в школу, а есть незащищенные слои общества, когда, ну, ты можешь помочь ребенку, тетрадки, вот это все добрые дела тоже делать. Это недорого, и это откликается у многих в душе. Но самое важное, не все предприниматели об этом говорят. Добрые дела обычно делаются в тишине. И поверьте мне, 30% руководителей действительно делают добрые дела, и несмотря на то, что многие из них атеисты или религиозно к этому не относятся, у них есть такая потребность. Потребность отдавать. А как вы считаете, за последние годы, вот прям последние лет пять, насколько резко ситуация так поменялась в пользу того, что больше таких предпринимателей становится? Потому что я замечаю, что их очень много вот именно в информационном поле, а вот в поле предпринимателей, как среди своих, вы об этом говорите? Есть различные организации клуба, где предприниматели могут собираться и, в принципе, делиться знаниями, опытом и коллаборироваться для разных проектов. Скорее всего, создание таких клубов и привело к тому, что благотворительность, добрые дела стали вот каким-то цепной реакцией по обществу, особенно среди руководителей. Я вот знаю, что у нас буквально недавно один из таких клубов, как раз предприниматели, ротари-клуб «Меркурий», ему исполнилось 20 лет, отмечали они, и вы являетесь его членом, и буквально в следующем году его возглавить на год, там есть такая традиция. И что это за клуб? Такой ли это клуб, о котором сейчас мы говорим? И какие планы на его развитие? Да, действительно, но у нас в Тольятти не просто ротари-клуб, у нас два ротари-клуба. То есть с ротари-клубом, то что это вообще такое? Давно-давно, лет сто назад, предприниматели объединились для того, чтобы вылечить болезнь полиомиелит. Не хватало денег на вакцину, и они начали финансировать сами. И за сто лет победили полиомиелит не только там в своей стране, но и по всему миру. Но предприниматели остались, потребность что-то делать тоже осталась, и ротари-клубы начали появляться по всему миру. Это что-то вроде собрания, когда раз в неделю приезжают руководители, директора, или просто люди небезразличные к социальной активности общества, и обсуждают проекты, обсуждают идеи, и вместе организуются для того, чтобы делать добрые дела. А можно ли обычным жителям направлять туда свои какие-то предложения, или заявки, или участвовать в проектах ротари-клуба нашего города? Устав ротари предполагает, что ты можешь туда войти. А, если у тебя есть много денег и мало времени, что называется, ты финансируешь, и второй, есть много времени и желания, но финансами ты не обладаешь. Например, ты студент, и в твоей груди горит огонь менять мир, сделать что-то хорошее. Таких людей мы называем драйверами. Мы можем на них какой-то проект замкнуть, и они его доведут. Они еще хотят что-то делать, а руководители постарше уже привыкли сидеть в кожаных креслах утопать, и больше финансировать. То есть это что-то вроде некого симбиоза. Но к вам можно направлять таких активных молодых людей, и предпринимателей, которые, в принципе, готовы включаться в эту работу. Ротари-клуб предполагает два сегмента участников. Это ротари, это уже люди от 35 лет, как правило, с бизнесом. И ротаракт-клуб. Клуб для начинающих ротарианцев, которые могут себя испытать. Поэтому у ротари есть широкая линейка возможностей. Главное, приходите, участвуйте. Для того, чтобы узнать про ротари и обсудить возможность вступления, просто приходите в гости. Мы проводим их в ресторане «Ренессанс» в 13.00. Заранее свяжитесь со мной или с руководителем клуба, администратором, и заявите о своих намерениях. Мы с удовольствием выслушаем ваши предложения и расскажем о нашей деятельности. Мы открытая организация. Если что, вам можно будет в социальных сетях написать. Потому что не все знают телефон, но в социальных сетях... Конечно, разумеется. А какие-то, может быть, большие проекты планируются, там, через полгода, через год, ну, в рамках вашей деятельности, компании, либо деятельности клуба? Сам «Ротари-клуб» проводил массу проектов в этом городе. То есть я про всех ротарианцев. Вот тот самый памятник собаке, которым мы любим фотографировать... На южном США, да, Костя? Да, памятник солдатке, который был недавно установлен. Это все работа ротарианцев. То есть финансирование и так далее, и воздвижение. Это то, что культуры касается. Но ежегодно ротарианцы собираются и планируют, что будут делать в этом году. И, в принципе, все планы открыты, можно к ним подключаться. Каких-то долгоиграющих могу сейчас рассказать про «Меркурий». Это, например, программа «Лестница в будущее», когда мы работаем с детьми из детских домов, учреждений, и на своих заводах, предприятиях, фирмах даем им что-то вроде мастер-классов по этой профессии, обучаем. И у многих детей появляется живой интерес к этой работе. То есть они проходят практику и потом могут еще трудоустроиться? Надо видеть глаза детей, которые приходят и увлеченно занимаются чем-то. Мы недавно приглашали их к себе на фирму и делали визитки, например. И это было потрясающе, потому что дети так увлеченно сидели и разрабатывали. И за первое занятие мы планировали провести его за час. В итоге 8 часов работали. Ух ты! Ну, это прямо надолго затянулось, но мы получили истинное удовольствие. И хочу отметить один факт. Скрепляющий коллектив сотрудники выходят на такие мероприятия обучать бесплатно. Важно что-то давать. Поэтому руководители, директора, которые ведут социальные проекты, могут быть уверены в целостности своей компании, в том, что сотрудники получают такой экспириенс, такой опыт, так закрывают свои потребности, отдавать, что вашу компанию они никогда не променяют ни на какую другую. То есть социальная политика на самом деле укрепляет и компанию, и команду, и делает бизнес интереснее и лучше. Да, задумаемся, да. Есть же несколько поколений, X, Y, Z людей. И у каждого поколения свои потребности. Если советское поколение, для них важно стабильность, и многие люди всю жизнь могли проработать на одном предприятии, то для последних поколений. У них другие ценности. Свобода, творчество, возможность менять свою жизнь, независимость. Таких людей сложно удержать зарплатами. Но у каждого человека есть потребность отдавать, делать что-то большее. И если вы, что называется, озадачите своих сотрудников общим делом, это называется золотые наручники. Они от вас никуда не уйдут, а если уйдут, будут всю жизнь вам благодарны, то, что вы внесли в их жизнь капельку прекрасного, капельку созидающего. Владимир, спасибо вам большое. На самом деле, ваш пример очень важен и нужен для наших жителей и предпринимателей. Поэтому ждем вас в гости к нам еще раз с новыми проектами, с новыми клубами и с новыми идеями. Приглашайте, всегда рад. Спасибо. В эфире была программа «Про бизнес». До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...